Веры, которые нам с вами необходимы. Когда мы с вами разговариваем про Святой Грааль, то я понимаю, что Он поможет, как я уже вам говорил, вначале одному человеку прийти и уверовать в Иисуса Христа, покаяться, получить Божью благодать. Я уверен, что Святой Дух сойдет на Него. И мы с вами, все те, кто сегодня молимся не только за себя, но и все те, кто молится за путников, за грешников, потому что они еще не стали на путь истины. Мы молимся за людей, которые сейчас подвержены этой чуме новой, чтобы они как можно быстрее выздоровели, чтобы как можно меньше людей заразилось. Мы молимся за детей, мы молимся за женщин, которые будут в положении беременной, которые будут рожать. Мы молимся за всех, кто нуждается, за людей, которые занимаются бизнесом. Спасибо, ребят, спасибо большое, кто лайк ставит. Мы молимся за всех людей, которые по какой-то причине не могут помолиться, но они будут молиться завтра, послезавтра. Потому что наше с тобой... Спасибо, большое вам спасибо. Пусть Божья благодать и Святой Дух снисходят на вас, на ваши семьи. Поэтому мы делаем все для этого, чтобы Господь помогал, чтобы Он оберегал. Это, конечно же, Святой Грааль, вот тот источник энергетического вдохновления, когда этот неверующий человек рано или поздно посмотрит наше видео, это может быть через день, через год, через два, через десять, он поймет, что Божья благодать рядом, что нужно уверовать, встать на колени в молитве и в покаянии, просить помощи и защиты, славить имя Господне, как сегодня я это делал. И все у нас будет получаться, все у нас с вами будет хорошо. Молитва и покаяние. Тысячелетняя история и, как я уже вам говорил, великолепнейшая икона Иисуса Христа, которой люди больше 500 лет молились. И представьте себе, вот давайте окажемся на их месте, что бы мы просили? Мы бы просили о том, чтобы у нас в семье все было хорошо, чтобы со здоровьем все было хорошо, чтобы у нас в учебе, у нас, у наших детей, все было хорошо, чтобы у родителей все было отлично. Они, в принципе, ничего-то не поменялось. Проходят тысячелетия, а христианская религия, она стоит на, как стояла, так и стоит на своем. Это элементарные общечеловеческие устои и правила. И мы просим с вами, в принципе, о том же самом, чтобы у нас все с вами было хорошо и отлично, чтобы Божья благодать, Святой Дух снисходил на нас, как и на наших праотцов, которые точно так же в молитве перед этой иконой стояли и просили Иисуса Христа, чтобы он защитил, помог и спас. Все как всегда. Тысячелетия идут, а христианская религия, она остается. Она реально стоит. И какие-то великолепнейшие христианские ценности, которые я вам показывал, показывал и показывал. Многие из этих христианских ценностей сегодня уже находятся в церквях. Мы передавали. Один артефакт, великолепнейший, чудом спасенная Всевышним, получается, бронзовая икона Божьей Матери с младенцем, тоже мы ее передали в молитвенную комнату, известному политику. Люди приходят, молятся на эту икону. Поэтому тоже чудом огромный был пожар. Это тоже примерно 400-500 лет назад. И она частично оплавилась, дошла до образа, но на образе остановилась. Это вот именно те очень важные аспекты, получается, христианских реликвий и ценностей, которые нам подтверждают и говорят, что Господь Иисус Христос Он рядом, Он никуда не девается, Он нас оберегает, спасает. И этот сосуд, великолепнейший сосуд, великолепнейший грааль, наполненный этой энергетикой, спасения и Божьей благодати. Поэтому я вам скажу так, да, мы подождем, сколько нужно нам потратить времени, чтобы человек уверовал, поверил, хотя бы для начала один. Мы не говорим о многих, потому что люди, к сожалению, в современном мире не верят в Иисуса Христа, они не верят в Его Отца, в Бога. Они верят в что-то земное, в биткоины, они верят в компьютерные игры, в Майкрафт, я не знаю, какие-то еще там, стрелялки, что еще там. Они верят в что-то земное, они верят в космические ракеты, которые бороздят, да, там, Макса, там, Илона или Элона, как вот там правильно имя звучит. То есть они хотят почему-то гнаться за прогрессом, забывая о том, что как раз религия и является тем стержнем, который дает нам уверенности, дает нам гарантированного успешного завтрашнего дня. Именно гарантированного. Потому что человек, который молится, он понимает, что он молится не только за себя, он молится за других людей, как это делаем мы. Молимся не только за себя, молимся за вас, молимся за ваши семьи, за ваших детей, за ваших родственников и друзей. Поэтому говорите всем, есть только Бога, пусть приходят и получают от нас заряд позитива и заряд Божьей благодати. Потому что Иисус Христос находится с нами. Когда мы с вами зрительно беремся за руки, мы понимаем, что Иисус Христос, он рядом, он здесь, он смотрит, помогает. И ему нравится, когда мы вместе с вами молимся, когда мы читаем Библию, Святое Писание. Вот оно лежит здесь, великолепнейшие слова. Слова спасения, слова Божьей благодати. Нам всего лишь навсего с вами нужно не лениться, раньше просыпаться на 20 минут, открывать Библию, Святое Писание, не спеша читать, снимать на видео, проповедовать Библию, создать свой маленький канал, который, может быть, завтра будет большим, скорее всего, так и будет, через год, через два, через десять. Религия, она никуда не спешит. Господь, Он всегда будет с нами. Поэтому от нас стоит задача это нести в массы Библию, читать, проповедовать. Наша с вами, в принципе, такая, знаете, небольшая работа гарантированно приведет нам одного человека, которого мы вместе с вами спасем. Он будет спасен, он верует. И таким образом мы обретем спасение и вечную жизнь для себя. Потому что все мы грешники, современный мир, он полностью погрузил нас в злобу, в зависть, в, я не знаю, про плохое всегда говорить не хочу. Одним словом, он нас полностью погружает в пучину, вот эту, черную пучину, в эти цепи, в эти оковы, которые мы с вами через покаяние, через Божью благодать разрываем и, получается, проповедуем, несем вот эти слова спасения. Я, вы знаете, читаю постоянно молитву как Горька Господу Иисусу Христу, хочу сейчас ее прочитать для всех нас. Так, вот она здесь рядышком стоит, Отче наш, ижеиси на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яка на небесах и на земли. Хлеб наш насущный дашь нас есть, и оставь нам долги наши, яка же, мы оставляем и дожникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яка Твое царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Эти великолепнейшие слова, так это называется, она еще называется Иисусова молитва. Раньше ее читал очень много и начал зазнаваться, я уже рассказывал вам, зазнаешься, зазнаешься, какой-то крутой, какой-то крутой, как ты читаешь больше всех, это самая большая ошибка, сейчас уже читаю меньше, потому что самое главное, это везде должно быть чувство меры, это очень важно. Молитва помогает, молитва оберегает. Когда мы с вами молимся за других людей, я уже говорил, по разной причине, путник может быть в дороге, у него просто нет времени, люди могут быть больные, в больнице где-то лежать, у них тоже, они не могут, просто физиологически, поэтому мы молимся за них, посылаем им этот классный энергетический посыл спасения, Божьей благодати, и потом, когда человек выздоравливает, я надеюсь, он тоже к нам присоединяется, потому что многие уверуют, я вам даю гарантию, я не знаю, сколько времени на это уйдет, вот реально, вот не знаю сколько, год, два, десять, может быть больше, может быть двадцать, может быть тридцать, может быть сорок, может быть сто, может быть тысяча лет, я не знаю, сколько надо дойдет времени, но мы-то с вами никуда не спешим, в молитве, в Божьей благодати мы с вами развиваемся, мы читаем Святое Писание, Библию, и начинаем понимать, что вот она есть, дорожка, точнее, целая, даже это не дорожка, это огромная дорога, это автобан, которая ведет к нашему с вами спасению, к спасению наших семей, спасению наших, и не только детей, внуков и так далее, но еще мы молимся же за тех, которых сегодня с нами нет, тоже это нужно понимать, мы с вами молимся за всех, за тех, кто с нами, за тех, кто с нами мысленно, кто с нами физиологически, с нами нет, но человеческая душа, она вечна, это нужно понимать, просто вопрос в другом, куда она отправляется, после физиологической смены оболочки, это самый главный вопрос, Поэтому мы с вами каждый день читаем Святое Писание, Библию, и уверенными шагами, шажками, можно даже так сказать, небольшими, выстраиваем себе дорогу спасения по маленькому кирпичику, как древние римляни, вначале выстрелали огромные волны, потом меньше, 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 и потом уже засыпали таким небольшим гравием, и таким образом создавали дороги, которые служили тысячелетиями. Точно так же и мы по маленькому камушку, по маленькому кирпичику выстраиваем эту великолепнейшую трафсу автобан. Значит, мы с вами сейчас читаем послание к римлянам святого апостола Павла. Великолепнейшие слова, давайте буквально несколько минут почитаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блажен, и чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то чтена вера бездейственно обетования. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. И как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному. Так многочисленным будет семей твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба ссарина в омертвлении не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к ним вменится и нам, верующих в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Ну что я могу сказать? Великолепнейшие слова спасения, слова Божьей благодати, то, о чем можно только мечтать, все в Святом Писании, все в Библии, святой Грааль, наполняющий наше сердце чистотой, наполняющий наше сердце верой. Как я уже говорил, давайте начнем с одного человека, и когда он верует, когда он спасется, мы тогда с вами поймем, что вот ради этого мы с вами и занимались, несли слово Господне, потому что он, этот человек, у нас уже появился. Он веровал, он начал читать Библию, он начал в покаянии молиться не только за себя, но и за ближних своих. Он начал каяться, признавая свою грешность и греховность, потому что все мы грешны и греховны. Ну что, на этом, на таком позитивчике хочу закончить сегодняшнюю наше с вами общение проповедь, пожелать вам всем Божьей благодати, и пусть Святой Дух на вас нисходит, и чтобы все у вас получалось и было отлично. Спасибо.